Теперь все работники радио могут отмечать профессиональный праздник еще один день в году. Наряду с Российским Днем Связиста, который празднуется 7 мая, появился новый праздник – Всемирный День Радио, 15 февраля. Кто работает и как создаются новости на радио в сюжете Кирилла Осанова. 13 февраля отмечается Всемирный День Радио. Возник он совсем недавно. С целью, как говорят создатели, укрепления сотрудничества между гигантами радиовещания и небольшими компаниями, суть работы которых одна – доносить информацию. Сейчас мы узнаем, что происходит по ту сторону радиоприемника на радиостанции Орленок-ФМ. Даш, ты готова? Да. Поехали. Здравствуйте, новости на радио Орленок-ФМ в студии Дарья Туранова. Прежде чем поприветствовать радиослушателей, редактор новостей Дарья Туранова новости подбирает, обрабатывает и утверждает у главного редактора. Чтобы работать на радио, нужно закончить специальные курсы радиоведущих. Это один из мифов, который рассеивается, когда собственными глазами видишь. Главное условие – радищик должен быть интересным человеком, с четкой речью, широким кругозором и, естественно, любящим свою профессию. Самое интересное, что на нашей радиостанции все сотрудники, которые работают, а коллектив у нас совсем небольшой, всего три человека, все непрофессионалы. И мы каждый день в процессе нашей работы, в процессе развития радиостанции учимся. Учимся друг у друга, учимся у своих коллег, которые приезжают к нам. И вот этот процесс роста, он идет непрерывно и будет идти непрерывно. Задача радиостанции «Орленок-ФМ» – сообщать новости местному населению в позитивном формате. Услышать сигнал могут жители Джубги, Лермонтова и Новомихайловского. В таком виде, как сейчас, радиостанция работает с 2004 года. Сейчас во Всероссийском детском центре запустили новую детскую радиопередачу. Отныне дети «Орленка» учатся создавать настоящий медийный продукт. Это удивительная вообще деятельность, потому что работа с детьми, она не похожа ни на какую другую работу. Здесь дети сами по себе, они непосредственные, они всегда в хорошем расположении духа, и они всегда тебя вдохновляют, всегда заряжают такими положительными эмоциями, и это очень важно. Еще прочитать последнее? Не, не надо, не надо, дальше все там. А ребята из «Солнечного» знакомятся. Первый эфир детской передачи пришелся на 14 февраля. Редакторы выбрали детей, вместе с ними написали сценарий, распределили роли, и через несколько дублей желаемый результат был достигнут. Дима Козлов впервые попробовал свои журналистские навыки на радио, говорит, что на телевидении журналисту приходится двигаться больше. Мне очень понравилось, очень клево, очень будоражит дух. Вообще, мне очень понравилось, первый раз, и мне кажется, еще как-нибудь получится мне еще записаться. Здравствуйте! Самые творческие, самые веселые, самые любвеобильные, самые добрые и удивительные дети, дети Орленка! Орленка! В эфире радиостанция Орленок-ФМ. Кирилл Асанов, Денис Гилев, Роман Петров, телеканал Орленок-ТВ.